На прямой связи со студией директор филиала финансового университета при правительстве России, руководитель экспертного клуба Комитет развития, кандидат философских наук Павел Клочков. Господин Клочков, здравствуйте. Здравствуйте, рад нашей встрече. Это взаимно. Вот вчера в Зангелане проходила третья международная конференция, о, прошу прощения, вчера проводилась третья международная конференция по гуманитарному разминированию, которая собрала 75 стран разных, которые также в том числе обсуждали и вот проблему в Полинезии. И вот сейчас хотелось бы вот у вас спросить по поводу того, как вот помощь Азербайджана в борьбе с неоколониализмом французским помогает вот этим странам Полинезии бороться против Франции и говорить о своей свободе? Вы знаете, это очень отрадный факт. Это действительно не просто какое-то рядовое событие. Это событие, которое необходимо приветствовать, которое имеет очень большое значение. Оно имеет значение далеко выходящее за пределы и за Кавказе, и Тихоокеанского региона. Это скорее событие, которое можно рассматривать как проявление вот той передовой мысли, передовой идеологии борьбы с колониализмом, которая сейчас в мире набирает обороты. То есть это за этим будущее. Не секрет, что Россия, Российская Федерация многое сделала для того, чтобы поддержать подобные движения на африканском континенте. И сейчас, когда мы видим, что Азербайджан способствует хотя бы в качестве дискуссионной площадки, в качестве какой-то организующей силы вот для таких действий, для такой борьбы действительно народов за свои права, за свое право быть теми, кем они хотят быть, это настолько благородная миссия, что я даже не знаю, какие самые хорошие слова для этого еще могут быть, можно подобрать. Дело в том, что, конечно, французская Полинезия формально, ну не может быть названа колонией, после Второй мировой войны какой-то статус там изменился, но по сути, по сути, это по-прежнему является колонией. Это не какая-то отдаленная, далекая страна с тремя пальмами. Это огромная цепь островов, там живет более 100 тысяч человек, если я не ошибаюсь. И они очень сильно страдали от французского колониализма и погибали. Дело в том, что именно там, в французской Полинезии, французы проводили свои испытания ядерного оружия, от которого реально погибли люди, от которого до сих пор нанесен просто потрясающий, в плохом смысле, скажете этого слова, огромный негативный эффект экологии всего региона. И, наконец-то, полинезийцы, народы, которые там проживают, осознали, что у них есть сила, что они не одиноки в своей борьбе. И в 23-м году, в прошлом году, на выборах местный парламент именно сторонники независимости победили во французской Полинезии. И им есть, что предъявить французам, потому что до сих пор болеют и умирают люди от последствий вот этих ядерных испытаний. Бакинская инициативная группа, я считаю, находится сейчас вот на самом острие мирового прогресса, на самом острие международной политики, поддерживая, давая возможность высказаться, продвигая вот эти тезисы борьбы с колониализмом. Ну вот, господин Глочков, Франция продолжает свою политику неоколониализма. Это при всем при этом, что в 21 веке, когда все страны говорят о свободе, о равенстве. Но вот со стороны мировых держав нет никакого осуждения. Будет ли когда-то оценка мирового сообщества на данную неоколониальную политику Франции? И как вот Азербайджан и вот это движение неприсоединения в этом вопросе помогает? Колониализм обречен остаться в прошлом. То есть это то, что уходит из мировой политики. Может быть, он, конечно, не так уходит, что поднимая лапки и сдается. Конечно, у французов есть войска, есть агрессивные какие-то намерения. Но мы видим, что островитяне, полинезийцы уже не боятся. И вот именно Бакинская инициативная группа дает им эту надежду, уверенность в своей силе. Уверенность, что их уже не оставят одних один на один со звериными ликом, со скалом вот этих агрессивных французских намерений. Этих сил, которые грабят, уничтожают народ, генофонду, природе, обитания, место обитания. Такой вот ущерб большой. Я считаю, что вот здесь вот Баку, может быть, для многих это как-то неожиданно. Но я-то давно уже в теме, я помню, мы действительно уже у вас выступал неоднократно по роли движения непросоединения Азербайджана. Еще тогда, это было несколько лет назад, я говорил о том, что это обязательно будет свой оздоравливающий эффект нести. Именно на мировую политику. А для кого-то, может ли, неожиданно, что Азербайджан оказался в авангарде, можно сказать, и будущее за этим, будущее за Азербайджаном, будущее за борьбой с колониализмом. Однозначно. Да, действительно, господин Клачков, будущее против неоколонализма. И вот Азербайджан продолжает свою помощь в этом вопросе. Мы недавно видели стихийные митинги именно вот в Новой Каледонии, в том числе, куда Франция направила свои чуть ли не войска, чтобы все это приостановить. Более тысячи полицейских было, да. Более тысячи, тем более вы подтверждаете. Но вот Франция при этом, при всем продолжала игнорировать права жителей, права каледонцев. И в ближайшем будущем смогут ли они, все-таки каледонцы, объявить и получить свой суверенитет и получить все-таки независимость? Как вы думаете? Смотрите, там в Новой Каледоне очень интересные законы об оружии. То есть там можно хранить, приобретать оружие. И их там все равно больше, чем вот этих самых даже засланных туда французских спецназовцев. Да, возможно, они какое-то время там еще поддержатся на штыках. Но вы знаете, власть на штыках, она ненадежная. Потому что на любой, так сказать, штык найдется противодействие. И когда сровитяне действительно поймут, что их голос не слышат, что их, так сказать, убеждения, что их мирные инициативы, борьба за свои права, встречают вот такое, пули, какие-то гранаты в ответ, да, то они неименуемо так же возьмутся за оружие, могут встать, как говорится, плечом к плечу и нанести ущерб, в том числе и военные. Я верю в это, потому что они защищают свою родину, и у них есть вооружение стрелковое, по крайней мере. И в случае, если там совсем будет все несправедливо, так сказать, с ненавистью, с кровью, ну тогда придется добывать свободу в бою. Конечно, все разумные силы считают, что лучше договариваться, проводить какие-то саммиты, переговоры, уходить, в конце концов, оттуда, откуда вас гонят. Но если у них не хватит ума, значит, будут гробы во Францию привозить. Ну вот, для кого не секрет, господин Гладчиков, что вот вся эта ситуация именно обострилась в Новой Калейдоне, именно с приходом к власти Макрона и его правительства. Вот если говорить об этом, то какова роль нынешнего руководства в обострении вот этого конфликта? Да мне кажется, Макрона такой, я не знаю, надутый какой-то пузырь, что ли, человек без роду, без племени. Мне кажется, что он действует-то не в национальных интересах Франции. Он создал Франции такой негативный имидж в мире. Вы понимаете, везде вот этот развал, вся их система рушится, постоянные волнения идут с самой континентальной даже Франции. То есть там нету гражданского мира как такового. И он постоянно выступает с какими-то инициативами. Вместо того, чтобы навести порядок у себя дома, лезет, вот насколько и вы лично это знаете, в Закавказье со своими, так сказать, какими-то псевдо-наполеоновскими планами. Ну вот и получает по зубам, в том числе и в других регионах, не обязательно же прям симметричный ответ. Ответ же бывает и асимметричный. Ну вот, господин Калышев, в итоге, вот если говорить в конечном итоге о Макроне, это его конкретная политика или все-таки это многолетнее порабощение, которое было в крови, так скажем, у Пятой Республики, и сейчас все это накопилось и взорвалось? И то, и то. Вы знаете, все равно эта колониальная система, она требует какого-то умения от тех, кто руководит, как бы ее запускать, поддерживать, ну в том числе эксплуатировать вот эти несчастные народы. А здесь мы видим деградацию западных элит. Да, то, что им досталось наследство, это несправедливая система, которую они используют, но она рушится. Что делать с этим, они не знают, потому что уровень все-таки западных политиков сильно упал, то есть это уже не те Деголли, Черчилли, полувековой давности, это не те гиганты политической мысли, которые когда-то обеспечили господство Запада над большой частью планеты. Это карлики, которые теряют все и потеряют все. Ну и такой вопрос, господин Клачков, никому, ни для кого не секрет, что Франция славится лыжи обвинениями, вместо того, чтобы решать вот эти самые проблемы в Новой Каледоне и своих анклавах, они продолжают обвинять именно Азербайджан. Для чего вот это Франция? Можно ли сказать, что это вот результат того, что они не могут со своей политикой разобраться и вместо того, чтобы разбираться со своей внешней политикой, они занимаются лыжи обвинениями? В самом вопросе уже содержится ответ, с которым я действительно согласен. Это происходит от беспомощности, от некомпетентности, от желания найти хоть какую-то внешнюю причину, вместо того, чтобы посмотреть, подойти в зеркало и сказать, да, мы проводим негодную политику, надо как-то что-то менять. Нет, они будут продолжать катиться вниз, обвиняя всех кругом. Это их приведет в конце концов к краху. Ну, посмотрим. Спасибо большое, господин Клачков, за ваши ответы, за подключение. На прямой связи со студией был директор филиала финансового университета при правительстве России, руководитель экспертного клуба, комитет развития и кандидат философских наук Павел Клачков. Спасибо большое. До свидания.